Давид IV Строитель, царь Иверии Абхазии, 1122, Давид Строитель, Давид IV Георгиевич, около 1073, январь 1125, грузинский царь, с 1089, из династии Багратяний. Сын царя Георгия II, один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии. Он способствовал объединению грузинских княжеств в единое сильное централизованное государство. Багратионы, Багратиани, груз. Запитая древнецарский род Грузии, из которого происходили многие выдающиеся государственные и военные деятели Грузии и России. Среди этого рода были и святые, как, например, святой благоверный царь Давид Возобновитель и святая царица Тамара. Исторические грузинские писания исчисляют хронологию Багратионов с VI века н.э. Во времена царствования этой династии, с 1008 года, Грузия достигла своего могущества, распространив сферу своего влияния далеко от границ государства. Царь Давид IV Строитель, 1089-1125 год ГГ, восстановил независимость Грузии, объединил все грузинские земли и освободил Тбилиси, куда была перенесена столица Грузии. При его внуке Георгии III, 1156-1184 год ГГ, влияние Грузии распространилось на Северный Кавказ и Восточное Закавказье. Потомками царей из династии Багратиани были российские князья Багратионы. В 1803 году Александр и внес князей Багратино в чисо-российских княжеских родов. В Российской империи Багратиона стали одной из самых известных аристократических фамилий. Внук царя Вахтанга VI, князь Иван Вахуштович Багратион, служил при Екатерине II генерал-поручиком и командовал Сибирской дивизией, а племянник Вахтангове, царевич Александр Иосеевич, родоначальник князей Багратион, выехал в Россию в 1757 году и служил подполковником в Кавказской дивизии. Его внук, герой Бородинского сражения, генерал от инфантерии князь Петр Иванович Багратион, 1765-1812 год ГГ, один из самых знаменитых представителей российских Багратионов, был командующим Второй русской армией в начале Отечественной войны 1812 года. Он являлся правнуком царя Грузии Исея, Али Кулихана, правившего в 1714-1727 году ГГ, годах. Во время Бородинского сражения был тяжело ранен и через 17 дней после ранения умер. Брат Петра и генерал-лейтенант князь Роман Багратион прославился во время русско-иранской войны 1827 года, первым воровавшись в Ереван. Он покровительствовал искусством, в его тифлисском доме устраивались литературные вечера, ставились домашние спектакли. В 1089 году Георгий II отрекся от престола в пользу 16-летнего сына Давида и перед смертью венчал его на царство. К началу царствования Давида строители Грузии и православная церковь находились на грани полного уничтожения. Туркам-сельджукам выплачивалась ежегодная дань. Монастыри и церкви были ограблены, разрушены и сожжены, население, избежавшее смерти и плена, укрывалось в лесах и горах. Местные феодалы фактически не признавали власти царя и католикоса-патриарха. Они вступали в союзы с сельджуками и возводили на церковные кафедры своих ставленников, которых историк Давида называет вертепом разбойников. Недостойные и незаслуженно стали епископами, и от самих священников исходило всякое беззаконие и грех. Давид Агмаше Небели прекрасно понимал, что, для того чтобы изгнать турок и объединить страну, в первую очередь необходимо было сломить самоупраство крупных азнауров-феодалов и укрепить царскую власть. Сразу по восшествии на престол он арестовал наиболее могущественного из них лепарита Арбелиане, принявшего в угоду турецкому султану магометанства. Некоторое время спустя царь расправился и с другим непокорным азнауром, Дзаганом, таким образом убедив всех в том, что он в отличие от Георгия Дваго, не потерпит измены. Между тем на Ближнем Востоке положение изменилось. В 1092 году скончался султан Малик Шах и между его наследниками разгорелась ожесточная борьба за власть, что сильно ослабило сельджукское государство. Но все же главным было то, что в 1099 году начались крестовые походы, которые существенно исковали силы сельджуков и все внимание турок было перенесено на борьбу с крестоносцами. Пользуясь этим в 1099 году Давид Строитель перестал выплачивать дань султану, добившись фактической независимости Грузии. Изменение международной обстановки в пользу Грузии несомненно имело важное значение. Несмотря на это, никакие успехи крестоносцев не могли вывести Грузию из тяжелейшего положения. Оставалось положиться на собственные силы. В результате нашествий турок сельджуков и ослабления царской власти был совершенно развален государственный аппарат. Необходимо было проведение реформ. Одной из важнейших была церковная реформа. Давид IV решил навести надлежащий порядок в церкви и с этой целью в 1104 году созвал церковный собор в Руисурбмисе, где были приняты важные решения касающиеся церковной жизни. Почти полностью был сменен архиерейский состав. Царь Давид-Строитель учредил новую должность объединяющую в одном лице два должности – церковную, чкандидели, чкандидский епископ, и государственную, мцигнобартухуцеси, канцлер. Иными словами, второе лицо в иерархии государственной власти являлось одновременно одним из высших иерархов церкви. Эту должность занял воспитатель царя епископ Георгий. Вышеупомянутый Руиско-Урбнистский поместный собор своим пятнадцатым правилом постановил крестить переходящих в православие армян полным чином. Для борьбы с турками и сельджуками необходима была хорошо вооруженная и преданная царю армия. С этой целью царь провел военную реформу. Он создал личную царскую гвардию – Монаспа. Из верных ему Азнауров организовал военные отряды. Была восстановлена дисциплина и наведен порядок в грузинской армии. Затем он предпринял ряд успешных военных операций против турков по освобождению и объединению земель. В 1104 году состоялась решающая битва, в которой грузины одержали победу. А сам царь не стоял, словно посторонний, спиной к рати своей, и не обращался к ней издали. Но прежде всех шел впереди и, подобно льву, издавал грозный клич, и словно вихрь носился по полю, наступал и руками мощными низвергал богатырей, сокрушал и свергал всех, кто попадался ему на пути. В тот день под царем убили трех коней и, оседлав четвертого, завершил он битву того дня. Усилилось влияние Грузии на Северном Кавказе, что повлекло за собой распространение православия, грузинского языка, письменности и культуры. Усиление православной Грузии встревожило турок-сельджуков. По приказу султана Махмуда 300-тысячная армия двинулась на Грузию. Ему противостояло объединенное грузинское войско, включавшее, 40 тысяч грузин, 15 тысяч кипчаков, 500 аланов и 100 крестоносцев которые, вероятно, прибыли в Грузию с посольством иерусалимского царя Балдуина II. Битва состоялась на Дидгорском поле. Как сообщает канцлер Антиохи Готи, царь Давид обратился к своим воинам со следующими словами, воины-христиане. Мы легко победим врага, если будем самозабвенно драться за отечество наше. Одно я посоветую вам, дадим же Всевышнему нашему обет, что из любви к нему все мы сложим головы на этом поле брания и не пропустим врага. И чтобы не бежать нам отсюда, завалим вход в ущелье деревьями. Царь заманил турок в узкое ущелье, где они не смогли воспользоваться своим численным превосходством, и разбил вражеское войско. Давид Строитель перед Дидгорской битвой В 1122 году царь Давид Строитель завладел в Билиси, который на протяжении 400 лет принадлежал мусульманам, и перенес туда искутайся столицу государства. В городе был установлен мир и порядок. Всем жителям города, невзирая на религиозное вероисповедание, царь гарантировал неприкосновенность и покровительство. Мусульмане были обложены самым низким налогом – 3 динара, евреи платили 4 динара, а грузины – 5 динаров. Мудрый царь понимал, что не так-то просто резко изменить весь уклад жизни, существовавший в Тбилиси до его освобождения. Поэтому, в частности, христианам запрещалось резать свиней в районах города, населенных мусульманами. В 1124 году Давид завоевал Шерван. В том же году представители армянской столицы они обратились за помощью к грузинскому царю и попросили освободить город от турок. Турки господствовали вани в течение 60 лет. Царь Давид освободил город и территорию Северной Армении и присоединил к грузинскому царству. Грузия в начале XIII века Грузия в начале XIII века В результате одержанных царем побед границы грузинского царства расширились от Некопсии до Дербентского моря и от Осетии до Арагаца. Царь Давид Строитель стал титуловаться как царь Абхазов, Картвелов, Ранов, Кахов и Армин. Грузия при царе Давиде Строителей отличалась веротерпимостью. Так, после присоединения Тбилиси царь предоставил тбилисским евреям и мусульманам определенные льготы. Он часто вел беседы с генджийским каде о догматах ислама. Армянские элитописцы называли его покровителем и спасителем армянского народа. Царь Давид Строитель описывается в источниках как щедрый благотворитель и воин, милосердный к пленникам. Как-то царь Давид созвал собор, на котором был устроен надолго затянувшийся диспут православных богословов с армянскими. Наскучило это царю. Вы, отцы, вторглись в самые глубины неведомого, как философы, мы же не в состоянии постичь этого, будучи невеждами и мирянами. Вы знаете, что я, как воспитанный в военных заботах, далек от учений и науки. Поэтому скажу вам словами простыми и неученными. Сказав это, царь Давид в таких притчах дал ответ армянам, что оставил их безответными и бессловесными. Как когда-то Василий Великий в Афинах, замечает летописец. Хотя царь, по смирению своему, назвал себя невеждой, но он вовсе не был таковым. Хотя и действительность молодых лет был постоянно в походах. Дело в том, что он специально всюду возил с собой в походы нагруженных книгами мулов и верблюдов. Как только предоставлялась возможность, С.В. Давид углублялся в книгу и читал до темноты. Когда глаза уставали от чтения, ему читали вслух. При царе Давиде строителей был возобновлен монастырь Шамгвиме. По заказу царя Арсения Калтойский перевел типикон монастыря С.В. Симеона Столпника на Черной Горе, Сирия, по которому в Шамгвимском монастыре совершалось богослужение до начала XIX века. Царь щедро одаривал лавры, церкви и монастыри не только Грузии, но и Византии, Афона, Сирии, Кипра, Палестины, а особенно могилу Господа нашего Иисуса Христа. С крупным пожертвованием царя Давида строителя также связаны строительные работы в монастыре ВМЦ Екатерины Носиной. Царь Давид строитель имел тесные связи с крестоносцами. Известно, что он передал им в дар крест, сделанный из частей креста Господня. Этот крест, названный европейцами Крестом Давида, хранился в соборе Парижской Богоматери во Франции. Монастырь Гелати – место упокоения святого царя Давида строителя. Но самым любимым его детищем был Гелатский монастырь, строительство которого началось в 1106 году. По преданию, царь сам работал на строительстве храма, своими руками таскал каменные глыбы. Здесь, в Гелати, в ограде монастыря была основана академия, в которой наряду с богословскими изучались и светские науки. Из зарубежных монастырей были приглашены и ученые-монахи, философ Иоанн Петрицы, гимнограф и богослов П.Р.П. Арсений Калтойский Д.Р. Святой благоверный царь Давид из рода Багратяне предал свою душу Господу 24 января 1125 года в Тбилиси. Его останки были перенесены в Кутаиси и погребены согласно его воле, под камнем при входе в Георгиевскую церковь Гелатского монастыря. Могила Давида 4 строителя. Надгробная плита Давида строителя. В конце Ксиев православная церковь Грузии, сделав исключение из правила канонизировать только мучеников и преподобных, причислила царя Давида строителя к лику святых как благоверного царя, тогда же ему была составлена служба, его мощи были перенесены под престол соборного Успенского храма Гелатского монастыря. По описанию своего духовника Арсения, царь был весьма красив, высокого роста, необыкновенно плечистый и вообще могучего телосложения, доказательством чему служит кольцо, в которое свободно входят три пальца обыкновенного мужчины, туфля, шитая золотом и жемчугом, вдвое больше обыкновенной, и его шапка. Благоверный царь Давид отличался особым благочестием и любовью к Богу. Он является автором покаянного канона и вторых духовных завещаний. Как считают исследователи, канон царя Давида строителя был создан под влиянием великого канона преподобного Андрея Критского, перевод которого по поручению царя Давида строителя осуществил преподобный Арсений Калтойский. Это молитва смиренного царя перед Всевышним и Богородицей. В тексте отражены эсхатологические и философские взгляды царя Давида строителя на человека, Вселенную, сущность греха и покаяния. Канон зачитывают после литургии в день памяти святого благоверного царя Давида. Покаянные песнопения, сложенные Давидом царем. 13 век. Институт рукописей Корнелия Кикелидзе. Когда же настанет час скорби и горестных воздыханий, исчезнут торжественные величия и почести царские, иссякнет радость, увянут цветники, другой примет скипетр, за другим последует войско, тогда помилуй меня, осудия мой. Когда раскроется книга в день судный, и перед тобой предстану я, преклонивший главу, и ты, владыка, будешь вершить праведный суд, восстанет гнев ангелов твоих, праведники будут блаженствовать, грешники ввергнуты будут в огонь. Тогда помилуй меня, а и Иисусе мой, царю Давиду-строителю посвященной церкви в Грузии, в честь его названы многие учебные заведения страны, учреждения, проспекты, площади и улицы в грузинских городах. Высшей наградой Грузинской Академии Наук является медаль Святого Царя Давида Агмаше Небеле. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Продолжение следует...